Всем привет, ребята! На связи GrimOptimist и сегодня у меня для вас неплохие новости. Дело в том, что уже сейчас на официальном сайте ВГ появилась новость о том, что открыт прием заявок на участие в тестовом сервере Песочницы 2.0. Лично я уже заявку отправил, если вы тоже хотите это сделать, то ссылку я, если не забуду, оставлю в описании. Напоминаю, друзья, если кто не в курсе, то что Песочница это у нас специальный тестовый сервер, на котором, наверное, будет правильно сказать, тестируются какие-то глобальные изменения в игре. Уже был первый сезон, где-то, я точно не помню когда, но уже давненько, где тестировались разные новые механики, а именно изменения работы артиллерии, а также полный баланс всей техники. Тогда кому-то это понравилось, кому-то не очень, но в целом, наверное, отзывы все-таки были больше негативные. После чего Песочницу закрыли и большинство людей, да что уж греха таить, я сам подумали, что, наверное, ВГ уже решили, что бесполезно это. Но вот, как вы видите, все-таки решили они, видимо, еще разок попробовать. Лично я очень жду Песочницу, потому что, да я думаю, все вы, ребята, ждете, потому что баланс, который сейчас есть в игре, он реально поднадоел всем уже. То есть, напоминаю, да, основные проблемы. Ну, первое, естественно, для меня это артиллерия, которая реально достала просто уже, да, вот реально, ребят, достала. Карты почти все простреливаются артой, да, ваншотит постоянно, да, их куча просто в боях, там вот бывает что-то не по 5 штук, очень часто там 4-3. В общем, бесит, да, что-то надо делать с этим классом техники, чтобы он, с одной стороны, был менее раздражающим для других игроков, но, с другой стороны, был интересен и для играющих, да. Также напоминаю то, что всех бесит, да, вот это высокое пробитие, которое у всех машин, когда средний танк, там, 9 уровня пробивает тяжи в лоб, там, 10, ну, короче, творится полный ад. И сейчас рулят, конечно же, у нас в игре в основном танки второй линии, то есть с точными пробивными ДПМ-ными пушками или с пушками с хорошей альфой. Гораздо на них проще играть, чем на всяких там танках, которые должны там что-то вытанковывать, потому что в наше время, там, голду зарядил, 350-400 пробоя и, пожалуйста, там, ну, хрен ты втанкуешь, что там, в отворот башни пробивают, там, Есотова спокойно. Тоже, ребят, всем поднадоела такая фигня. То, что у нас танки 9-10 уровня пересвечивают ЛТшки, да, то есть бывает такое очень часто, что ты едешь на ЛТ-8 или ЛТ-7, да, с максимально прокачанным обзором, у тебя там 480, и ты не видишь никого, зато, хоп, лампа у тебя уже горит, то есть тебя пересвечивают. То есть все вот эти вот моменты, когда вот баланс просто ломается, как карточный домик, и техника не способна выполнять, грубо говоря, те обязанности, как бы, которые на нее возложили разработчики. То есть супертяжи не танкуют, ЛТшки нихрена не светят и так далее. Вот это надо, конечно же, ребята, все менять. И вот именно песочница для этого и предназначена. Конечно, несмотря на то, что я очень позитивно на все это смотрю, я понимаю то, что вряд ли, скажем так, получится все у них с первого раза. Да, ну и я вангую то, что в любом случае будет очень много негатива, причем вне зависимости от результата, потому что в наше время сейчас игроки, они в штыки воспринимают абсолютно любые изменения, просто потому что, ну вот, у людей, у нас, да, есть такая особенность, мы не любим, как бы, переучиваться, перестраиваться. То есть, да и вообще, как бы, вот, по первоку, то есть, когда вот все глобально переделывается, сложно понять, хорошо это или плохо, и поначалу все равно возникает отторжение. То есть, такой момент есть. В общем, надо будет, ребята, пробовать. Я надеюсь, что мне заявку подтвердят, потому что в прошлой песочнице я не участвовал, ничего мне не подтвердили. Вот, но был надеяться, что в этой песочнице подтвердят, потому что, ну, как-то я не знаю, если уж вододелов не пускают на песок, то, конечно, печально. Я не знаю, можно ли будет делать видео с песочницей, потому что, как бы, в прошлый раз, там, вроде бы, было можно, а потом, вроде бы, запретили, там, как-то это такая ситуация была, но, в любом случае, я буду держать вас в курсе новостей. Если появится, говорю, какая-то инфа о времени старта песочницы, там, или каких-то нюансах конкретных, да, какой-то такой информации полезной, я вам все расскажу. Чтобы не пропустить все это, то пальчики вверх, ребята, ставьте, подписывайтесь на канал. Всем до скорого, всем пока.